Банк России приступил к тестированию цифрового рубля. Как провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами? Банк России будет имитентом цифрового рубля, и цифровой рубль будет обязательством Банка России. Новый прорыв в лечении ВИЧ. Поможет ли он навсегда забыть о диагнозе, и существуют ли альтернативные методы лечения? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, в студии Елизаветы Никитина. Благотворительный фонд Владимира Потанина принимает заявки на пятый цикл конкурса «Академический десант для преподавателей», в том числе академических и научных руководителей очных магистрских программ. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта, а результат объявят не позднее 16 мая. Банк России приступил к тестированию цифрового рубля. Что такое цифровой рубль и для чего он нужен? Смотрите в нашем сюжете. Цифровой рубль – это новая, можно сказать, третья форма представления рубля. Отличается от безналичных рублей тем, что для учета данных о том, кому сколько цифровых рублей принадлежит, используется более современная технология – блокчейн. С точки зрения пользователя, цифровой рубль будет мало чем отличаться от обычных средств на банковских счетах. С точки зрения технологии разница большая. Разница заключается в том, что наши безналичные рубли фактически это обязательства коммерческих банков. Что же касается цифрового рубля, в данном случае это не будет обязательства какого-то конкретного коммерческого банка. В этом смысле цифровой рубль будет скорее ближе к наличным рублям. Те деньги более защищены по сравнению с привычными нам безналичными рублями, поскольку безналичные рубли могут пострадать в случае банкротства банка. Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Банк России будет имитентом цифрового рубля и цифровой рубль будет обязательством Банка России. Мы видим, что с ростом развития платежей и перехода клиентов все более в цифровой мир и в дистанционные каналы у клиента не так много выбора с точки зрения комиссий, тарифов и ограничений, которые некоторые организации могут устанавливать. С одной стороны. С другой стороны, высокие издержки на транзакции, на расчеты генерят нам с вами высокие цены. И это тоже одна из задач, которую цифровой рубль должен решить. Что может дать цифровой рубль в отличие от существующего безналичного рубля? Он будет обеспечивать большую прозрачность движения денежных средств со стороны Центрального банка. То есть, если сейчас для того, чтобы выяснить, кто кому переводил деньги, Центральный банк вынужден запрашивать эту информацию у коммерческих банков, то для цифрового рубля все транзакции, все переходы от одного владельца к другому будут совершенно прозрачны для Центрального банка. СМИ сообщают, в США зарегистрировали четвертый мере случай излечения от ВИЧ. Поможет ли этот прорыв навсегда забыть о диагнозе? И существуют ли альтернативные методы лечения? Выяснял наш корреспондент. Заголовки в СМИ сообщают. В США излечили ВИЧ-инфицированную женщину с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Этот случай уже четвертый в мире. Неужели такое лечение поможет больным навсегда забыть о диагнозе? Избавили от последствий в виде СПИДа. Но ВИЧ, который находился внутри его клеток, он так там и остался. То есть, он, скорее всего, не будет болеть СПИДом. У него СПИД не разовьется, потому что его клетки иммунной системы теперь нечувствительны к ВИЧ. То есть, новый вирус будет прекрасно развиваться в других клетках, которые не подвергались генетической модификации. У него таких в организме осталась масса. Пациент, подвергшийся такому лечению, останется заразен для окружающих и будет вынужден продолжить курс ВИЧ-подавляющих препаратов. Но, увы, пока даже эту меру пресечения заболевания сложно поставить на поток. Ученые рассматривают и альтернативные способы борьбы с ВИЧ – подготовку препарата из модифицированных стволовых клеток пациента. В лаборатории их генетически модифицируют, чтобы они были устойчивы к ВИЧ-инфекции и возвращают в организм пациента. Здесь безопасность находится на высоком уровне, но так как требуются дополнительные манипуляции в лаборатории с применением высоких технологий, квалифицированного персонала, дорогостоящих приборов, безусловно, стоимость такой технологии из перечисленных была бы самая высокая. Универсальное средство лечения ВИЧ, безусловно, станет прорывом в медицине. Однако до первых массовых испытаний может пройти не один десяток лет. Ариадна Кугушева, Универньюз. Музей истории Казанского университета состоялось торжественное вручение дипломов ученых степеней, кандидатов и докторов наук. Смотрим! Торжественная церемония вручения дипломов, докторов и кандидатов наук состоялась в Музее истории Казанского федерального университета. Дипломы вручил в Рио ректор КФУ Дмитрий Таюрский. Он от души поздравил присутствующих со столь важным в их жизни событием. От всего коллектива Казанского университета я вас поздравляю с присвоением вам соответствующих ученых степеней. Я очень надеюсь, что для тех, кто здесь выполнял свои квалификационные работы на соискание степени кандидата наук, это была аспирантура, либо соискательство, очень надеюсь, что годы, проведенные с руководителями Казанского федерального университета не прошли даром. Дмитрий Таюрский также напомнил, что в Казанском университете были созданы собственные диссертационные советы, и сегодня огромное количество людей обращаются в ВУЗ для защиты и подготовки диссертаций, что говорит о востребованности диплома КФУ. Далее состоялось торжественное вручение ученых степеней, кандидатов и докторов наук 41-му соискателю. Альфиев Дайлни Зинуровой. В конце церемонии Дмитрий Таюрский призвал присутствующих впредь не оставлять науку, а продолжать вносить вклад в ее развитие, пробовать себя в образовательной деятельности. Для того, чтобы стать студентом Института дизайна и пространственных искусств, нужно не только набрать высокие баллы по ЕГЭ, но и успешно сдать творческий экзамен. В связи с этим в школе искусств при институте начались подготовительные курсы для будущих абитуриентов. Тема продолжит наш корреспондент. Одна из особенностей творческих специальностей в высших учебных заведениях – это наличие творческого экзамена при поступлении. Цель такого испытания – проверить знания абитуриентов по профильному направлению и оценить их уровень готовности к работе в выбранной ими сфере. Такие профильные экзамены есть при поступлении на журналистику, телевидение и, конечно же, дизайн. В нашу школу мы приглашаем детей с 7 лет, и обучение делится на три этапа. Для старшеклассников вплоть до 11 класса мы предлагаем уже более продвинутую программу, она называется «Модулор». И здесь уже предусмотрено деление на профориентационные направления и на общие развивающие направления. Те, кто выбирает профориентационные, они уже приняли для себя решение связать свою жизнь с творчеством, с дизайном, с архитектурой или с подобными профессиями и, скорее всего, нацелены на поступление в наш институт. На подготовительных курсах будущие абитуриенты научатся грамотному построению перспективы, соблюдению пропорций, передачи объема и плавности. Все эти аспекты будут учитываться комиссией при проверке работ на творческом экзамене. Конечно, для нас очень ценен рисунок, поэтому мы предлагаем ребятам, готовиться к нему. В рамках нашей школы искусства у нас есть такие модули. Это оффлайн можно к нам приходить, на Кремлевской проходит занятие два раза в неделю. И у нас есть онлайн подготовка к рисунку. Мы все-таки делаем акцент на архитектурном рисунке, поэтому здесь есть свои особенности. И разница в подготовке в художественной школе и подготовке к архитектурному рисунку, она существует. Обучение на подготовительных курсах проводится два раза в неделю в вечернее время. С более подробной информацией о школе искусств можно ознакомиться в инстаграме Института дизайна и пространственных искусств. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова